США не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Об этом заявила в среду посол США в Армении Лин Трейси. Мы не считаем вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным и видим необходимость во всеобъемлющем урегулировании между двумя странами. Это очень важный путь для разрешения напряженности, в особенности в приграничных районах. Статус Нагорного Карабаха не решен. Он остается в повестке Минской группы ОБСЕ. Такова позиция Соединенных Штатов, заявила посол США. По ситуации на юге Армении. Баку использует логистику в качестве рычага давления не только на Армению, но и на соседний Иран. В Тегеране на всякий случай сосредоточили огромные силы у границ с Азербайджаном, Арменией и Нахичеванию. Там следят за масштабными учениями сил спецназа Турции, Пакистана и Азербайджана, которые последовали за турецко-азербайджанскими маневрами в Каспийском море. И Баку, и Анкаре нужно каким-то образом получить некие козыри. Граница с Арменией – слабая точка, учитывая внутреннее положение армянского государства. За активными приготовлениями Турции и Азербайджана пристально следят и в России, и военные учения в Дагестане – это месседж Азербайджану. Завод по производству минеральной бутилированной воды бежни перешел на солнечную энергию. 211 новых автобусов для Еревана прибудут 10 октября в порт Поти. Посольство Болгарии в Армении в качестве жеста доброй воли профинансировало ремонт детского сада номер 4 в Армавире. В Армавирском селе Ацик открыли Центр помощи матери и ребенку. До конца сентября Армению посетит представительная группа российских бизнесменов для участия в бизнес-форуме. Делегацию возглавит вице-премьер Российской Федерации Алексей Аверчук. 4 сентября в Дубае завершилась Международная олимпиада по ментальной математике ВАМАС-2021. По итогам двух соревновательных дней Давид Сукиасян, 9 лет, из воспитанников Академии Абак, был удостоен звания суперчемпиона. Это значит, что ребенок на данный момент лучший в мире в своей возрастной категории. Гайя Мавсисян, Гранд Барсигян, Володя Саркисян и Арек Кеверян были удостоены звания чемпиона. 10 сентября в общественной организации Краснодарская городская армянская национально-культурная автономия, было проведено отчетно-выборное заседание общего собрания. Заседание проходило под председательством Мариняна Владимира Александровича, возглавляющего автономию с 2019 года. На собрании присутствовали председатель общественной организации «Региональная армянская национальная культурная автономия Краснодарского края» Миносян Артем Сергеевич и настоятель церкви Святых Саака и Месропа Армянской апостольской церкви Тер Даниэл. Владимир Маринян подвел в итоге своей работой и объявил об уходе с поста председателя Краснодарской городской армянской национально-культурной автономии. Также Владимир Александрович предложил в качестве своего преемника рассмотреть кандидатуру Арушаняна Сергея Георговича, депутата действующего состава городской думы Краснодара, члена фракции партии «Единая Россия». По результатам голосования членами общего собрания единогласно было принято решение об избрании Сергея Георговича председателем Краснодарской городской армянской национально-культурной автономии. Armenia Vine привезла 8 медалей с конкурса Mundus Winnie 2021. Вино «Токар» от винодельни Armenia Vine лучше в своей категории, объявили на авторитетном конкурсе Mundus Winnie Grand International Wine Award, где красное сухое «Токар» было удостоено звания «Best of Show». Это победа компании «Новая планка для армянского вина». Радио Хайк. Голос армянской диаспоры. Армянская музыка, новости Армении Ацаха. Скачивай бесплатное приложение Радио Хайк в App Store и Google Play и оставайся на армянской волне. В Ереване будет установлен памятник героям, отомстившим организаторам геноцида армян. Соответствующее решение 14 сентября принято на заседании Совета старейшин Еревана. Советник мэра города Камо Ариян пояснил, что памятник планируется установить недалеко от дома шахмат. Он добавил, что предложение поступило от потомков героев. Памятник будет установлен в честь Арама Ярканяна, Сагамона Тейлеряна, Месака Торлакяна, Аршавира Широкяна, Петроса Терпагасяна, Арташе Сагеваркяна и Акопа Мелкумова. В Ереване 16 сентября начнет свою работу 20-й универсальный торгово-промышленный выставочный форум «Армения Экспо-2021». Организаторы форума – Союз промышленников и предпринимателей Армении и компания «Логус Экспо-Сентр». В форуме, который пройдет с 16 по 18 сентября в СКК имени Карена Демерчана, примут участие представители Армении, России, Венгрии, США, Грузии, Италии, Германии и других стран. Иранская газета «Джаван» опубликовала статью «Преступление Баку на пути сообщения из Ирана на Кавказ», в которой упоминалось расположение азербайджанского блокпоста на дороге Горис-Капан. «Армения потеряла все рычаги давления на Азербайджан и не пытается создавать новое. Одна из цель действий Баку – отказ Ирана от использования территории Армении для транзита и попадания в зависимость от территории Азербайджана. Но у Ирана есть тоже рычаги давления на транспортные компании Азербайджана. «Раз страдаем мы, пусть страдают они», – заключает издание. Сильнейшая армянская шахматистка Элина Даниэлян удостоена Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Награду прославленной шахматистке вручил во вторник президент Армении Армен Саркисян в своей резиденции. Даниэлян стала первой в истории независимой республики Армения победительницей европейского личного первенства по шахматам среди женщин. На протяжении всего турнира, прошедшего с 9 по 20 августа в Румынии, она не потерпела ни одного поражения, победив в семи матчах и сыграв четыре партии в ничью. Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал, что после утечки его контактной информации в одном из азербайджанских телеграм-каналов ему поступило около 50 угроз. «Это происходит со вчерашнего дня. Они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Карабах. Штук 40 или 50 угроз поступило. Но я прекрасно понимаю, что эти люди, которые могут только угрожать. Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому, что я их боюсь, но чтобы другим людям в России больше не угрожали», — сказал депутат. Он назвал угрожающих трусами и добавил, что в Азербайджане произошел взрыв антироссийских чувств. Делегация из Армении получила гран-при на Всероссийской Олимпиаде по кулинарному искусству и сервису. Наши конкурсанты представили работы в двух номинациях — «Сахарные цветы» и «Изделия из мастики». В номинации «Сахарные цветы» все призовые места взяли представители Армении, а в номинации «Изделия из мастики» первое место заняла Джулия Саруханян с работой «Джокер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...